Адун Таридас, дамы и господа, с вами Риверс, мы продолжаем, а точнее заканчиваем прохождение StarCraft Remastered 4 эпизода компании протасов и у нас 8 глава обратный отсчет, это финальная глава 4 эпизода. На прошлой серии мятеж мы наконец-то угомонили Алдариса и Керриган показала свое истинное лицо, убив его, тем самым вмешавшись в разборки протасов. Ну и также она была изгнана Зератулом и Актанисом. Судьба Джима и Феникса нам по-прежнему пока неизвестна. Ну что ж, поехали. Эту главу я тоже краем глаза помню, обратный отсчет, главная база протасов на Шакуросе. Она не будет легкой, насколько я знаю. Зергов, мы снова поможем Керриган, но это наш единственный шанс на спасение. И мы спасемся, мои доблестные воины. Слишком долго мы оборонялись, пока наши враги действовали. Настало время показать всю нашу мощь. Никогда больше Шакуроса не коснется скверно пришельцев. И Зергис станут первыми, кто пойдет перед нами. Матриарх, я служу тебе уже не одно тысячу лет. Я всегда ценил твою мудрость и силу. Но теперь я чувствую в тебе нечто странное, чуждое твоему духу. Мы изгнали Керриган, но не продолжает ли она манипулировать нами? Оставь тревоги, Зеротон. Я остаюсь той самой разжагал, какую ты всегда знал. Признаюсь, мне тяжело скрыть усталость от недавних потрясений. Но будь уверен, мой дух еще высияет и осветит ваш путь к победе. Да будет так. Пришло время действовать. Нужно доставить Кристалл в храм до того, как зерки будут готовы к наступлению. Я возьму Раш, а Кхалис будет у Зеротула. Вершитель, тебе предстоит сопроводить Артамиса и Зеротула к храму. Если будет на то воля богов, мы сфокусируем энергию Зелнака и очистим этот мир от зерков. Вступайте же, дети мои, и помните, что судьба нашего народа зависит только от вас. Так, ну что я могу сказать, значит ли это, что... Да хотя, что там может значить, я точно помню эту главу, у нас будет две базы. И у нас три основные задачи. Приведите Артамиса и Зеротула в храм, защитите храм от зерков, и, конечно же, Артамис и Зеротул должны выжить. Есть некие такие перемены у них, у ихнего матриарха. Но, скорее всего, мы тоже об этом когда-нибудь узнаем. Но, скорее всего, уже в других компаниях. Поехали. Как только вы доставите кристаллы к храму, все анги бросят против вас все свои силы. Вы должны быть готовы защитить храм от роя. Действуем как можно быстро. Нужно очень много ресурсов. Я решал, что битвы... Битва зовет меня. Навершитель. Ресурсы быстро мы распределили. Лет храм. И, кстати, мы тоже даже взяли... Вот этот عن Deafarsan. Куда? Гrent? Естественно, что кристаллы кристаллы приехали.. кузне у нас есть кибернетка тоже у нас есть это все хорошо слишком можно еще одну кстати кибернет поставить такая вероятность чтобы через воздух играть хорошо у него получается вы просто изничтожать зерков молодец начала нам нужно просто оборона это бароны мы будем уже экономика экономика нам нужно это это и и и и и и и и звук колодас немножко осмотреться что у нас вообще есть я я вижу пипец или же большой пипец против нас красный против нас красный наверное еще есть какие-то зерги точнее базы я согласен bueno Аплодисменты. Каких-то амплиеров. Аплодисменты. мать мой акетах откуда столько гидры то что вообще море просто этой гидры тут едь не стать конечно а в этом грубо говоря сильно теле маяк нужен этого стопор там нужен еще ставим стопорт шине доступны для темных архонтов я не буду через них играть обсерваторию ставим нужно вижу еще пролететься посмотреть что-то да как так если артане суда влетит ему хана я вижу слепей я вижу все что только можно ликвидировать воздух много зениток много всякой теперь нам нужен маяк платили кого-то паразита закинули я слышал че вам пойти негде полстые драгуны так пока с из пенам беда у меня нам нужны войска можем массово сыграть так там пока ничтожные грейды но это пока с какой-то с аналсами с пеном это такие огромные капец можно уже авианос забахать и можно взять корсара полстые драгуны там пока что не как на и вы и вы как и и и и ресса надо опять здесь есть что-нибудь вообще что-то минимум мини базы есть у самого артаниса обнаружил поразит попробуем отбить эту базу можем конечно попытаться ну блин во что получится уже бегут о ее мое назад ребята назад ультру надо убрать наступаем иначе без войска останемся вообще я совсем забыл блин что тут еще скрыть не есть утра сюда лежит теперь мы их всех увидим и 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 они продолжают наседать он хочет отбить эту базу ему это нужно чтобы я не вышел в лейд еще якобы какой-то форпост у него дети вероятно жаль ты не феникс бы он бы сейчас ваншотнул бы эту гидру но забудь это база моя на большинство я забудь на больше не твоя теперь моя вот теперь против нас оранжевый поскольку у нас минералов очень много надо обронять наши мэйды надо срочно обронять наши мэйды нексус поставим пилоны раскидаем здесь пока все держится качать на эту базу совсем забил метод виспен надоел летят летят жуки так и чужих блин правим глаза но я успел это увидеть нужно обороты Субтитры создавал DimaTorzok 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 Виспенчик, чувак, Виспенчик Подгони ДимаTorzok Хо-хо-хо-хо, бегут, конечно, ребята, бегут Мазерлинги просто какие-то Но это бесполезно против меня Допадут архонты в нашей команде, в нашей тиме Так Армия зелотов Пока могу только зелотами похвастаться Лучше ничем Мыша еще, зараза, подводит немножко меня Ничего, скоро я ее заменю Добыча идет полным ходом, это хорошо Здесь была какая-то подобная атака Что-то не все бегать и бегать туда-сюда Убийская сила, нифига там минералов Так, против нас коричневый Показался Пчел отсюда Вызов принят Отправляем небольшие отряды По крейдам у вас 3-3 Так, 4 плазменные щиты 3 плазменные щиты Сюда плазменные щиты Бля, значит, что такое Зиротов мочит просто в ультру Офигеть Че не скажешь Вас вижу, ребята Я вас всех вижу Меня не скрыться Моего взора не скрыться Что-то мне такое чувство подсказывает Вот тут бы тоже не помешало бы немножко закрыться Тут добыча полным ходом опять же Так Осталось еще вот этот форпост у него забрать Вообще идеально с собой Так Где моя полетная бригада В смысле? Ну че, отстроим Все можно отстроить Все и вся можно отстроить всегда Так, тут есть хоть какой-то подъем Есть подъем Есть Это хорошо Что-то такое Как это объяснить? Вижу скрытник Там была ультра для защиты Это база против авиации Но никак не против наземных поисков Потому что с ней мы быстро разберемся Может, хватит уже С этим подъемником туда-сюда бегать Красный тут якобы отвечает за оборону и прочее А вот коричневый, оранжевый И у них какая-то другая цель Знать бы какая, конечно Так, нечестно, знаешь ли Я тебя вижу Теперь от меня не скрыться Мне кажется, или Архон какой-то слабый По этим По надзирателям работает Может, еще в наглую туда вломиться Давай сюда еще в наглую зайдем Я могу быть полезен Оттверждаю Смирение Зарушено Яросс Наша группа команды Держим указаний Нас Ясенуру 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 Какова твоя воля Шолтайв Шолтайв, шолтайв Я гневлю твоим зону Просто в наглую к челику Пришел И отстроился у него на нычке Но я думаю, он не против Он явно не против Вым Смирение Телефортация устроена Шолтайв 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 против ты там что-то возникаешь до коричневый ладно ладно успокойся чё ты чё за полин такое что за махинации у нас туда ломиться ко мне в хату да какие потные эти зерки мне когда так легко не выиграешь потеть потеть еще раз потеть назад пошли окей ох там почти 33 грейды очень прикольно из какой-то проход или что-то вроде подобного так а есть 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 проход и есть угламливаем ся в хату батя в здании зачистим все зачистим тут нормально блин ландшафт какой противные это мне вообще не нравится давай сюда ребятки двоим так разведка то по разведке мать моя в кедах это ты говнюк да уж это дерзко с его стороны это непрошибаемые непрошибаемый остров с воздушных точек за фигню коричневую коричневую то же самое что я смотрю эти коричневого то же самое извините извините он неправ так она здесь ставим nexus здесь ставим nexus так она здесь ставим не плюс и нам нужно максимально крепкая оборона я уже догадываюсь что будет если мы зайдем в этот круг своими героями по крайней мере догадывались покрыть вам все видовой и нибудь здание для производства я у меня это слизь раздражает так долго исчезает ландшафт вот самое главное меня просто песен ландшафт просто песен и и и и и и и и вторая линия обороны по любому нужно будет кто какого почему у него грейды 5 он что стебется они одну здесь еще и заразить если у нас еще заразители в гостях стоит ли теперь пащев от тонкий строить или расширять как наоборот кстати нашу оборону максимально расширять я насколько сможем теперь эти мега ультра лиски ко мне бегают но раз в год конечно твои войска отступили твой на свете телепортация совершена наверно как то так он будет сюда нападать сделаем мега крутую оборону но даже он офигеет от такого дальше уже вы просто и ландшафт мешает она специально так сделали чтобы я не застраивался он не смог меня пробить пытается меня там пробить серьезно сразу по любому тоже будут не исключение нам нужно будет больше воздуха гораздо больше и не на каждом углу должны стоять по по 10 разведчиков а драгун про драгунов придется забыть драгунов придется забыть для королев они легкая мишень он будет пытаться меня облететь он будет пытаться меня облететь что мне на руку так архонтов можем раскидать по другим местам точкам они могут себе позволить пить воздух только из-за этого но нужно больше минералов обычно нужно быть должна быть максимальной ну и как можно еще это все дело отбивать то походу у него еще и там база где-то ё-моё офигеть то есть эти ребята подготовились на славу хуже хуже просто уже быть не может поэтому пока развиваемся и копим колоссальную оборону где фотонки должны быть абсолютно здесь он это на эти базы по-любому будут агриться они так что это не избежать зато у нас полно газа когда он уже не нужен действительно у нас просто полно газа прям в достатке можно этих понастроить авианосов побольше здорово бро скучал потому что чем да у меня этой херней песен просто массовые диверсанты в виде оскорнителей и разведчики уже временно недоступны блин и грубо говоря бесполезны но щиты заразители единственный минус что щиты не трогают это главное воздух нам нужно чисто избавляться от стражей все остальное мы в принципе можем дефаться отстраивать потомки время от времени так что думаю мы продержимся сколько бы там ни было времени даже поставим фотонки где потом надо раскидать вот время от времени высаживаться с этим ничего не поделаешь вот вот просто вот вот эта падаль они юнит самый прости господи паскудный юнит просто максимально побольше фотонок ставшим по углам так не это не кидал этих засранцев максимально паскудный юнит а поздно уже эти маяки хватили раскидывать мне кажется смысла походу в этом нету ну а уж такую базу пробить надо еще пробить надо просто пойти и сносить его нафиг этими авианосцами нет я страдаю потом просто так ждать 15 минут сколько там будет 20 минут уже 25 без понятия а в сервер нет смысла дальше кидать потому что он их просто собьет отогнал 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 о блин понабежали извини тут уже ты сам наглеешь тоже ты сам наглеешь что не надо на меня тут скидывать все это в принципе можно начинать принципе это еще ими этого вершить надо как обычно 15 минут это следовало ожидать еще ожидаем огромную пачку в свою сторону я уже вижу наглёшь с его стороны с этим разобрались как нерочка . будем строить еще третий отряд этих самых разведчиков и нам нужно много минералов отстраивать как потомки эти базы нас мало интересует грейды на разведчиков почти готовы в этот плацдарм слов словно создан для меня ультра бешеный ультра просто раскидываем побольше фото ночи здесь чтобы составлять его играть в эти базы заставлять его поменьше трогать мою базу в этом весь прикол что энергию здесь дадим я застроюсь подожди чуть-чуть долбаная гидра я побежал разобрались настроим новые выставить мы станем другой стеной и цена всех реагировать базах еще больше минералов нужно больше меня не догонишь не догонишь я сказал не догонишь наехать так авианосов я так понимаю как будто и не было да есть один из другой они как-то сбили или подошел осквернитель дал ему дебаф на хп и вопроса добили потом киспогольно отбивают муту если не встревают стражи тоже немножко капризничать терпимо здесь еще потонки раскидаем чем мы еще отстроим раскидываем раскидываем ветер тянем кота да сами знаете за что не а а а а битва воздуха просто грубо говоря гроза небес мута признана разведчики вот они то уже похода не отбивается это дело хотя он умудряется еще как-то есть этим базам время уделять удивительно конечно с его стороны ладно пока терпим ты чё там делаешь а чё прям под носом у меня тут эволюционируешь а наглел что ли это смотри я обнаглел идем там по броне три брони до нормально терпимого утра пришла и трубка мы отбиваем тоже без проблем смотри точная сволочь иначе не скажешь огромная тонна мяса или как их еще можно назвать ох тыж пожиратель тоже новый юнит в дополнение брудвар по лигу малин ах тыж не н председатель не 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 а а минералы закончились меня еще один ультра пришел и мое его не уничтожить потонки к сожалению давайте кто сильнее что он сильнее блин рейды 3 3 2 минуты осталось а терпим потерпим не знаю чем он швыряется но и это вся араба сейчас может ко мне сюда подойти с проблем кстати как у него там инкубатор эти работают это жесть какая-то это чё такое алё чем и атефали в принципе все комиссия закончена она была максимально сложная было что-то с чем-то три стаи зергов против нас было гарм грендель и темат ну что ж у нас тут ролик давайте посмотрим он из себя представляет и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...